Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Детсадовский, да и в школьные годы, пожалуй, ну как и все дети, я жутко не любил есть супы. А родители всячески пытались меня ими накормить, как правило, безуспешно. Прошли годы, и я стал за собой замечать такие странные желания. Мне все чаще хотелось супчику. Вот так, пусть с опозданием четверть века, но родители таки добились своего. И теперь я с большим удовольствием ем первое. Причем не только на первое, но и на второе, а в некоторых случаях даже и на третье. Это в особых случаях. И этими особыми случаями, ну вернее рецептами, я делюсь с вами. В первом выпуске вопросов и ответов, если кто-то пропустил, щелкайте вот сюда. Я рассказывал, что первый наш выезд на границу был в Италию. Ну и совершенно закономерно, как в случае с любым практически первым выездом за границу, у нас случился культурный шок. По возвращении из Италии я начал тут же рыть все источники информации на предмет итальянской кухни. Да, на наших горных тропинках, если смогут две легковушки разъехаться, то при встрече с грузовиком придется пятиться до ближайшего съезда. Так вот, режиссер увлеклась итальянским языком. Мы начали тут же выискивать всякие ресторанчики итальянской кухни. Мы брели на один ресторан в Москве. Он был клубного типа. Как потом выяснили, хозяину заведения, итальянцу, кстати, принадлежало еще, по-моему, два подобного типа заведения в Москве. Но вот это заведение было очень классное. Оно очень стильно было оформлено, потрясающая кухня. И вот там-то я и попробовал тот самый суп, за ингредиентами, для которого мы сейчас едем. Ну, вернее, приехали. Возьмем номер, где очереди. 48. Возьмем отличный клин. Ну, и чтобы не корячиться с очисткой, возьму вот таких вот уже очищенных клеветок. Значит, нам еще сливок надо взять. Свиная вырезка. 7,90 за килограмм в евро. Пересчитывайте сами. Это индюшатина. Похоже, что грудка и душащие. 5,85 за килограмм. Кролик. Так. 4,75 за килограмм. Ну, правильно, что здесь? Одни кости. А вот, смотрите, видите, какая желтая? Вот такая курица стоит 4,10 за килограмм. А вот такая вот беленькая. 2,18. В два раза. Но вот эта желтая значительно вкуснее. А вот хамоны. Вот для сравнения. 15,90 за килограмм. Кружей нарежут после вас. Либо вот ноги хамоны. Это дохленькие. Вот эти вот получше, побольше. Видите цены, да, 69 за штуку, 48 за штуку, 22,90 за штуку, 15,90. Палета. Но палета политея. Это не задняя нога свиньи, а передняя. Она меньше ценится. Большое. 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 Я не забываю, не забываю нам поставить партию. Пакет. Не, спасибо. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать! Сейчас попетляем немножечко по здешним лабиринтам и выберемся на оперативный простор. Так вот, насчет супа. Я вообще супы-пюре, крем-супы так вот в чистом виде не люблю. Мне нужно обязательно такое, чтобы было что пожевать. Так вот, этот суп, это было нечто особенное. Красная фасоль была хорошо разварена и превращена в очень нежной текстурой такой пюре. Просто фантастика. Причем она не вся полностью была вот в это пюре превращена, вот в эту кремообразную структуру. Часть фасолин оставили целыми, часть просто свяка раздавили. Поэтому они попадались на зуб и создавали такие приятные ощущения, что да, что-то же ешь такое классное. При этом мидии идеально сваренные. Просто идеально. Они не переваренные. Они остались нежными, сочными. Просто супер. И очень крупные креветки. Их было немного в тарелке, но это была какая-то фантастика. И все это было растворено в таком тонком-тонком-тонком аромате розмарина. Розмарин вообще достаточно стильная такая травка. Она сильно пахнет. С ним нужно очень осторожно, чтобы не переборщить. Но вот это было просто какая-то фантастика. Ну, сейчас доедем до дома и приготовим. Пока я катался по горным тропам, фасоль уже сварилась. Она у меня замачивалась всю ночь. Всего 10, наверное, 12 часов прошло. При замачивании фасоли нужно либо регулярно менять воду, и часто, не просто регулярно. Либо сразу добавить немного пищевой соды. Я про все эти тонкости говорил в ролике про суп по мексиканским мотивам. Тоже фасолевый. Если кто-то пропустил, щелкайте сюда. Смотрите. Хороший. Разная фасоль готовится разное время. Поэтому, чтобы не добивать вас в спонталыку, я никаких рекомендаций по времени готовки давать не буду. Читайте инструкцию на упаковке. Отмечу только, что для сегодняшнего супа очень важно взять именно красную фасоль. Если фасоль уже сварилась, как у меня, то дальше все происходит очень быстро. Креветок надо почистить. Кстати, лучше, если креветки не вареные. Они серого цвета такие продаются. Мидии у меня вот такие. Надо с них сошкрябать весь мусор. Кстати, покупал в России несколько раз замороженных. С одной створкой. Вполне неплохо, между прочим. Так что смело используйте. Теперь отложу пару ложек фасоли, а все остальное превращу в пюре. Как конкретно это сделать, зависит от имеющегося у вас оборудования. Я воспользуюсь погруженным блендером. Все завершено. Возвращаю отложенную предварительно фасоль. А теперь нужно довести до желаемой консистенции, добавляя сливки по вкусу и ту воду, в которую фасоль варилась. Сейчас нагреваю все до кипения и выправляю на соль. Как только закипит, тут же надо убавить огонь до самого малого. В завершающий этап надо добавить мидий, креветок и веточку розмарина. И мидии, и креветки, и розмарин – очень нежные продукты. Их очень легко переварить. Поэтому готовится им не больше 4-5 минут, это если они сырые. А если у вас креветки предварительно сварены уже были, или мидии такие же, то буквально только прогрейте минуту-две, не больше. Да, так как в тарелке будут мидии поменьше мили с одной створкой, а у меня так вообще с двумя, есть этот суп не очень удобно. Ну и чтобы его есть красиво и эстетично, нужно приложить немало усилий. Мне так точно. Но черт возьми, какой же он вкусный! Отлично пахнет! Ммм, прекрасно! Сладость фасоли и сливок прекрасно сочетается с солноватостью креветок и мидий. И все это пронизано просто насквозь вот этим свежим ароматом розмарина. Великолепно! Я же говорил, что суп и пюре – это не мое. Но это абсолютно не суп-пюре, хотя и обладает всеми свойствами последнего. Здесь есть, что пожевать. Вот и все на сегодня. Понравилось? Не поленитесь поставить лось. Спортсмены, я думаю, что это блюдо можно вам порекомендовать. В нем много белка, много длинных углеводов. Правда, если вы на сушке, там ведь все-таки сливки есть. Но я думаю, вы разберетесь. Новые зрители. Традиционно обращаюсь к вам. Я не только видео снимаю. Очень многие рецепты попадают в интернет в виде фотографий и текстов. Заглядывайте в ЖЖ, в Инстаграм, в группу ВКонтакте. Все ссылки на эти соцсети ищите в описании видео. В каждом видео это пишу. И еще. Дорогие зрители. Для вашего удобства все свои видео я объединяю в плейлисты. Заходите на главную страницу канала. По плейлистам искать их очень просто. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok